Добрый день! В англоязычной литературе раньше использовалось название Neuromyelitis Optica, но в последние годы было рекомендовано другое название Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders или расстройство из спектра оптика невромеита. Продобные рекомендации связаны с тем, что не все случаи заболевания укладываются в классическую картину оптикомеита Девика. Согласно свежим клиническим рекомендациям на 2015 года, ключевыми клиническими характеристиками этих расстройств спектра оптика невромеелита, неврозаптический неврит, острый миелит, поражение заднего поля или ария пострема, острое поражение ствола мозга, а также поражение промежуточного или конечного мозга, подтвержденное характерными изменениями на МРТ. Эти ключевые характеристики нужно запомнить, потому что они потребуются в качестве критериев установления диагноза. Примеры изменений промежуточного большого мозга в пункты, выделенные коричневым цветом, будут представлены на следующих слайдах, также окрашенных коричневыми. Здесь в режиме флайер мы видим увеличение талануса справа, буква А, гипоталануса, Б, а также в аксиальном флайер мы видим обширное поражение белого вещества, С. Тот же средства в режиме Т1 с контрастированной долиней, Д, поражение мозолистого тела в сагитальном флайер, И, в виде подчеркности нижнего контура. Очаговое поражение кортико-спинальных трактов с обеих сторон и левых отделов моста видно в коронарном флайер, Ф. Теперь паровентрикулярное поражение на уровне задних рогов боковых желудочков видно у одного и того же пациента на сагитальном G, аксиальном H, флайер, а также на аксиальном Т1 с контрастированной долиней, буква Ай. Вот, кстати, пациентка 6 лет, поступившая со слабостью в ногах, после перенесенного ОРВИ, небольшим лимфоцитарным цитозом в ликворе и атрофией левого зрительного нерва. Как раз ее-то мы и видим на картинке глазного дна и ОКТ, то есть атрофии. А вот на ее МРТ мы видим протяжонный черт в спинном мозге. Это так называемый ЛЕТМ, Longitillian Extensive Transverse Myelitis. Очажок среднем жучковой ножки мы видим, а также нужно отметить нетипичное марселинало ткани эпифиза, относящегося к цирку-вентрикулярным органам, которые могут поражаться при оптике невермиевителя. После бедных мыторств у пациентки был проведен анализ на антитела каквопарина-4, который оказался положительным. Когда анализ на иммуноглобулина класса G каквопарина-4 положительный, диагноз не представляет особых трудностей. Достаточно наличия хотя бы одной из ключевых клинических характеристик, которые перечислил 4 слайные выше. А вот как быть, если анализ на антитела каквопарина-4 отрицательный или отсутствует? Как вот у этого подростка с очаговым поражением левого зрительного нерва. А помимо этого у него развилась клиника Мелита. Вот мы видим очаги в Т2, правда относительно короткие, не тянущиеся на три и более спинномозговых сегмента. И накопление контраста в шейном отделе на Т1 с гадолини. Но для таких случаев и придуманы критерии диагноза для лиц с отрицательным или отсутствующим анализом на антитела каквопарина-4. Две ключевые клинические характеристики, про которые я рассказывал выше, соответствующие определенным критериям. Отрицательный или недоступный тест на антитела каквопарина-4. И исключение альтернативных диагнозов. Вот, кстати, взрослый пациент с рецидивирующими атаками оптического неврита и мелита, который длительно лечился от рассеянной склерозы, энцефалопатии, верники и так далее. Мы видим на МРТ головного мозга зону патологического повышенного МРС-сигнала в задних отделах моста, переходящего на основание средних ножек мужичка. А здесь выявляется протяженно-очаговое поражение вещества спинного мозга. У пациента мы видим нижний спастический парапарез, оживление рефлексов, патологические стопные знаки. На самом деле у него такой же спастический парапарез есть и в руках, а также глазодвигательные нарушения и грубый нестагм. У данного пациента в конце концов провели анализ на антитела каквопарина, он оказался положительным. А вот что делать, если анализ отрицательный и недоступен? Есть дополнительные МРТ-критерии, которые вы видите на слайде. И на следующих слайдах мы посмотрим, как выглядят эти изменения. Слайд будет, соответственно, окрашен синим или зеленым. Итак, на рисунке А в режиме Т2 мы видим протяженное поражение вещества спинного мозга на уровне грудного отдела позвоночника. Тот самый Longitudinal Extensive Transverse Myelitis, или Летман. Этот самый Летман поражает центральный отдел спинного мозга, что мы видим на Аксиальном Т2, рисунок Би. И накопление контраста на Т1 с гадалинем, рисунок Си. На шейном уровне Летман может распространяться до продолговатого мозга, что мы видим на сегатальном Т2, рисунок Ди. И на Т1 с гадалинем, рисунок И. Летман может проявляться накопление контраста по типу кольца или полукольца под острый стабиль. Что мы видим на Ф, на сегатальном Т1 с гадалинем, где зона накопления контраста определяется по периферии очага. Отдаленные последствия летом могут проявляться атрофии спинного мозга, что мы видим на сегатальном Т2 на рисунке Джи. Где стрелочка показывает нормальную толщину, а головки стрелок атрофические изменения. На аксиальном срезе мы видим атрофию на рисунке H, на ней указывает головка стрелки. На Т2 стир режим подавления жировой ткани, на аксиальный рисунок I и коронарный рисунок J в проекциях демонстрируется повышение сигнала от структуры зрительного нерва на всем его протяжении. Аксиальное Т1 с гадалинем показывает вовлечение в процесс хиазмы на рисунке K. Ну и вот что касается зеленых в кавычках пунктов относительно ствола и ария пострема. Сегатальный флаер демонстрирует поражение заднего отдела продолговатого мозга на рисунке A. Сегатальный Т2 на рисунке B и Т1 с гадалинем на рисунке C отражают острое поражение при синдроме ария пострема. Аксиальный флаер на рисунке D и Т1 с гадалинем на рисунке I демонстрирует вовлечение задних отделов продолговатого мозга при синдроме ария пострема. Аксиальный Т2 флаер отображает переэпидемальное поражение в мосту на рисунке F. Также мы видим на аксиальном флаере поражение задних отделов моста рисунок G. Сегатальный флаер демонстрирует повышение сигнала вокруг четвертой желудочкой на рисунке H. Ну и напоследок МРТ пациентки 12 лет с повторной атакой на левый зрительный нерв. Мы видим на аксиальном флаере гиперинтенсивный сигнал на всем продвижении левого зрительного нерва. А также повышение МРТ сигнала в центральной части на коронарном Т2 в режиме подавления жира. У этой же пациентки на коронарном Т1 с гадалинем отмечается накопление контраста к пораженному нерву. Впоследствии у нее была объективизирована двусторонняя трофия зрительных нервов по данным ОКТ. И пришел положительный анализ на антилаковую квапарину 4. Благодарю за внимание.